Итак, я же хотел вам рассказать, что у нас в этом году. А в этом году у нас очень интересно. В этом году мы показываем... Сейчас... Итак, в этом году мы показываем микроструктуру различных материалов. Здесь у нас у меня образцы разные. Разные образцы. Они смотрят на микроскопе. Я уже камеру убрал, правда. Здесь была подключена камера, убрал камеру. Они смотрят различные образцы. Вот, допустим, такое, такое, такое. Кто знает, что это, тот поймет, о чем речь. Кто нет, не хочу углубляться, потому что это все очень специфическая информация. Вкратце говоря, это материаловедение. Вот так ребята все смотрят. Я им показываю. Они разбираются в вот этой диаграмме. Разбираются, как получить разную структуру материалов. Вот она там может выглядеть по-разному, по-разному. Может выглядеть так. Может выглядеть так, вот так, вот так, вот так. Они разбираются, смотрят на это, сами видят, как все это выглядит своими глазами. Или вот так, как это выглядит. Так что, вот, наши занятия на сегодня уже подошли к концу. Ну, а еще у нас там новые твердомеры. Еще у нас там холодная сварка, можно назвать ее. Вот так. Ну, и там еще будем показывать, но это через две недели я тоже покажу. Очень интересная работа. Называется Increase Cardinability of Metal Material. Очень интересно, потому что нужно греть материал там до 700 градусов. И так далее. Ну, ладно. На сегодня у нас все. Сейчас разберусь с тем, что сделали наши студенты. Сброшу себе, потому что им нужно отправить фотографию. И пойдем дальше работать. Опа! И так, переместились мы. А я уже не помню, откуда мы переместились. Ну, да ладно. Сейчас в университет заехал. Есть время, нужно поработать, конечно. Провести лабораторную. Подготовиться к новым лабораторным. Пока еще занятия контактные. Поэтому готовимся, показываем. Постараюсь вам что-то показать. Если получится, конечно. И так, в этом семестре у меня есть еще вот такая замечательная вещь. Которая называется лабораторная работа по зубонарезке. Нарезать зубья, шестерни и так далее всякие. Вот это один из вариантов, как это делается. Не буду вдаваться в подробности. Здесь вот еще есть болванки. Можно вот эти болванки использовать. Все можно использовать. Все хорошо, расчеты. Ну, как что настраивается. Ну, нам не это особо не надо. Так что вот сама машина. Она здесь смазана, обслужена. Она хоть советская, но она обслужена. Она полностью работает. Вот это одна. Вот эту буду показывать. Эту не буду показывать. Хотя, в принципе, можно было. Но не будем пока. Так как карантины эти нужно показать по максимуму. И вот это будем показывать. Здесь у нас делительная головка. Сережерный станок. И вот такое у нас здесь можно получить. В принципе, вот такие две лабораторные работы буду показывать на таких двух машинах. Так что следите. Следите. Конечно, еще здесь вот такая машина. Она рабочая полностью. Там есть кое-какие нюансы, но она рабочая. И вот такое она нарезает. Ну, для студентов это, конечно, перебор будет. Крайней мере, сейчас. Потому что это у них первое занятие. И еще есть вот такая машина. Это у них, вернее, первая часть. Потому что еще есть вторая часть. Вот здесь все настраивается. Выставляется, что нам надо. Там гитара дифференциала. Здесь гитара деления. Все настраивается. И тогда после этого, после того, как здесь настроили, вот этой коробочке, мы можем нарезать вот такое. Но эти работы мы тоже не будем показывать в этом семестре. В следующем я им покажу. В следующем семестре я им покажу. Пусть они пока учатся на простых. А потом перейдем к более сложным. Кстати, как вам моя прическа? Заметили? Вчера хорошо поспал. Поставьте лайк. Ладно, шучу. Сегодня лабораторных нет. Сегодня я просто пришел разобраться со всем. Пересмотреть, все ли есть. Просто понять, вспомнить, наладить, если что нужно, настроить. И что, когда студенты придут, все показать. Вот такие дела. Поэтому сегодня можно с такой прической. Что, друзья, новый день. И снова в университете на работе. Потому что, что правильно, нужно работать. Нужно работать, заканчивать все. Сдаваться, защищаться. Не знаю. Все надо заканчивать. Термоз, кстати, щейку. Сегодня надо будет свои образцы. У меня вот такие вот образцы. Надо будет их почистить. И будем делать цветную микроскопию. Это интересно. Я постараюсь вам добавить фотографию. Как это выглядит. Если все получится, конечно. И одно занятие по сварке провести. Я вам тоже покажу, как это выглядит. И так, иногда работа материаловедения очень опасна. Почему? Потому что мы травим металлы. Металлы для того, чтобы увидеть микроструктуру. Вот как пример. Я уже раньше вам показал. Вот такие у меня есть два образца. Я их уже отполировал, отшлифовал. Все, как положено. Теперь мне их надо протравить. И чтобы мне их протравить, мне надо спирт. И есть у нас такая вот штучка. Пекриновая кислота. Покупали ее. Покупали. Там ее чуть-чуть. 10 грамм всего. Там уже, правда, меньше. Потому что ее другие люди пользовались. И сейчас что я буду делать? Сейчас я сделаю концентрацию раствора. Ту, которая мне нужна. Протравлю образцы. И покажу вам, в чем разница. До травления и после травления. И самое главное, увижу ли я то, что мне надо. Поехали. Покажу вам все. Итак, покажу же вам, как выглядит протравленный образец. Думал вот так показать. Вот так вы очень ничего не увидите. Я вам покажу вот так. Можно же так сделать. Меньше света, меньше света, больше резкости. Давай. Вот так. И чуть-чуть подвинем в другую сторону. Ой, много. Вот. Чуть-чуть. Не. Так, чуть-чуть. Допустим. Вот так. Вот это у нас основа просто, которая ничего не означает. Вот это у нас металл. Вот это улучшается часть отсюда до отсюда. Это металл, это сталь. Самая простая сталь. А вот это... Такие углубления. Это лазерные дорожки. Это лазером прошлись. И что у нас получилось? У нас вот эта одна микроструктура сталь. Она выглядит вот так. А вот после прохода лазером у нас микроструктура сталь меняется. Ну, это отдельная наука. Поэтому сильно углубляться не буду. Просто покажу вам, что оно различается. Вот такие дела. Ну, а тем временем... Да, мост приходится. Сейчас уже никого нет. Можно снять. Сейчас уже вообще абсолютно никого нет. Потому что уже почти 8. 19.27. Сейчас тоже буду собираться ехать домой. Вот так. Почти сделал то, что хотел. Но не все получилось. Поэтому как-то чуть-чуть грустненько, конечно. Но ничего. Сегодня пятница. На выходных обдумаю, что еще можно сделать. Мы будем смотреть дальше. Вот так прошел наш день. Сегодня, вчера в университет ездили. Вот такие дела. Теперь можно поехать домой. Чуть-чуть отдохнуть. Посмотреть какой-то фильм. Поубираться. Наверное. Не знаю. Посмотрю. Вот такие дела. Ладно. Спасибо вам за день. Не знаю, когда ролик выйдет. Хорошего вам вечера, дня или выходных. Впрочем. Впрочем. Всего вам хорошего. А я пошел отдыхать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok